Время местное На Ямале продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Единая диспетчерская служба распространяет экстренное предупреждение о высокой степени вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Ямала. Инспекторы УФМС мигрантов держат на контроле, проверяют их по месту работы и проживания. В Лабутнанге создали елку из автомобилей. Водители на своих машинах выстроились в форме главного символа Нового года и зажгли огни. Фигурное катание – самый молодой вид спорта в нашем городе, ему около года, но уже есть первые победы. С начала прививочной кампании препаратом ГАМ-КОВИД-ВАК привились 518 ямальцев. 37 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Сейчас вакцинация продолжается в большинстве муниципалитетов Ямала. В первую очередь прививку ставят представителям групп РИСКО, чья профессиональная деятельность связана с повышенной опасностью инфицирования COVID-19. Это работники здравоохранения, образования, социальной сферы и правоохранительных органов. Отечественный препарат ГАМ-КОВИД-ВАК является разработкой российской биомедицины. Результаты, которые вакцина демонстрирует на протяжении клинических исследований, позволяют специалистам говорить, что она обладает высокой эффективностью и безопасностью для здоровья. Так, в заключительной контрольной точке по истечении 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины, эффективность препарата ГАМ-КОВИД-ВАК составила 91,4%. При этом доказана 100% эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания. Накануне Минздрав Российской Федерации официально внес прививку от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ямальцы смогут обезопасить себя от инфекции уже в 2021 году после начала масштабного производства лекарственного препарата. Процедура вакцинации от коронавируса проходит на добровольной основе бесплатно. Единая диспетчерская служба распространяет экстренное предупреждение о высокой степени вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Ямала. По данным Ямала-Ненецкого центра гидрометеорологии, с 24 по 28 декабря ожидается опасное явление. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической на 15 градусов и более, минус 45, минус 50. Рекомендуется энерго- и ресурсоснабжающим организациям, а также всем управляющим компаниям и ТСЖ усилить состав аварийных бригад, проверить резервные источники питания и запас топлива. Обеспечить постоянный контроль над бесперебойной работой подведомственных объектов и состоянием жилого фонда. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, необходимо организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения последствий. В случае угрозы либо возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на транспорте и технологических нарушениях на объектах ЖКХ, немедленно сообщать в ЕДДС по телефону 5 79 11 либо 112 информацию о факте происшествия, а также прогноз развития ситуации. В 2020 году в Лабытнанге на заработки приехало две сотни иностранных граждан. Всего же на миграционном учете отдела полиции сегодня состоит свыше тысячи человек. Одни проживают на территории города по временному разрешению, другие имеют патенты и вид на жительство. Инспекторы УФМС мигрантов держат на контроле, проверяют их по месту работы и проживания. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа «Репортаж Светланы Кель». Поздний час. Самое время для проверки мигрантов по месту их проживания. Эту трехкомнатную квартиру в микрорайоне Обском делят между собой семеро граждан Таджикистана. Каждый день по очереди убираем, что-нибудь приготовлено. А вы приехали как давно? Здесь? Да. Недавно. В Лабытнанге мужчины друг другу они приходятся родственниками. Приехали год назад. Перебиваются случайными заработками. Разгружают вагоны, делают ремонт в квартирах. Заработанных денег хватает и на себя, и на съемное жилье. Большую часть дохода, конечно, отправляют семьям домой. Да, перевод, патент, миграционное уведомление о постановке. Адрес проживания совпадает с адресом регистрации. Важный момент. Однако истекает срок постановки на миграционный учет. Мужчины планируют задержаться в северных краях. Для этого им нужно будет заплатить налог. Продвение патента на месяц обойдется его обладателю в 9,5 тысяч рублей. Здесь с ними деньгами нам перевезти, ну, грубо, 3 тысячи, 5 тысяч, вот так вот. В месяц? Да. Ну, пусть 6 будет самая такая зарплата. А тут получаем достойно, и детей можем хоть содержать достойно. Маргарита с Аллой – сестры. Из Армении на Ямал приехали в 2010 году. Официальным поводом для миграционного учета у женщин является трудовой договор. Все 10 лет они работают в пекарне. Лабытнанги считают своей малой родиной, ведь здесь родились их дети. Для полного счастья не хватает российского гражданства и собственного жилья. Ну, нет желания купить свою квартиру? Есть. Денег нет? Да, денег нет. Ну, стараемся, копим, ну, как-то, ну, и в родину хочется поехать, там родители там тоже, ну, там долго не можем оставаться, потому что уже привыкли, север тянет, как говорится. Ямал – привлекательный регион для иностранцев. В 2020 году в Лабытнанге на заработки приехали без малого две сотни выходцев из стран ближнего зарубежья. Одни живут и работают по патентам и трудовым договорам, другие оформляют регистрацию временного проживания и вид на жительство. При постановке на миграционный учет к иностранным гражданам предъявляется ряд требований. Жилищный вопрос – один из основных. Странные граждане регистрируются, предоставляют при постановке на миграционный учет ложные сведения. Заявляют один на адрес регистрации, а сами проживают по другому адресу регистрации. Проверка иностранцев по месту их жительства как раз и позволяет инспекторам службы выяснить, насколько они честны. В 2020 году за предоставление ложных сведений 12 мигрантов были привлечены к административной ответственности. Второй такой залет станет поводом для выдворения из страны. Светлана Киль, Григорий Волков, программа «Время местное». В преддверии Нового года преображается весь город. Улицы, магазины, учреждения и даже библиотека. Что происходит в читальных залах? В следующем репортаже. Несмотря на морозы, в лабытнанских библиотеках царит тепло и уют. Для детей в библиотеке оформлена книжная выставка, которая называется «Любимые книги о новогодних персонажах», на которой представлены яркие, красочные, иллюстрированные, праздничные книги, очень красивые. Новогоднее настроение поднимают не только книги с данной тематикой, но и изящные объекты в читальных залах. Недавно в библиотеке семейного чтения была установлена фотозона «Зимняя сказка». Любой желающий может посетить библиотеку и сделать фото на память. Жители города уже оценили такой объект. Фотографию публикуют в социальной сети ВКонтакте. Посетить библиотеку семейного чтения можно будет и в новогодние каникулы. В праздничные дни библиотека будет работать 4 и 8 января с 11 до 18 часов. Приглашаем наших горожан в библиотеку интересно и с пользой всей семьей провести свободное время. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем тепла, уюта, добра, мира. Ну и, конечно, в непростое такое время всем-всем-всем крепкого здоровья. До новых встреч в библиотеке. Библиотека работает каждый день, кроме вторника, с 12 до 19 часов. И ждет всех желающих за новогодним настроением. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков. Программа «Время местное». В Лабытнанге создали елку из автомобилей. Водители на своих машинах выстроились в форме главного символа Нового года и зажгли огни. Организаторами автофлэшмоба стал молодежный центр. Дарья Самородова расскажет, как это было. Новый год все ближе, поэтому, несмотря на морозы минус 40, присоединиться к новогоднему флэшмобу решили активные лабытнанцы. Главное условие акции – наличие авто и отличное настроение. На большую стоянку съехались десятки машин разного класса. Приезжали даже целыми семьями. Я вообще люблю такого плана мероприятия, чтобы со всеми участвовать в чем-то таком интересном. И предложила семье, они тоже согласились. Я человек возрастной, но характер молодой. Почему поучаствовать? Организовать построение автомобиля – это достаточно сложно в такое время года. Потому что холодно на улице, всем холодно, ему приходится, наверное, минут 40 на улице стоять, чтобы всех расстроить. Это тяжко. Поэтому я понимаю их и стараюсь помогать. У нас в городе много проходит акции. Допустим, мы субботники, все. И все всегда выходят, соединяемся, объединяемся. Но не зря, наверное, мы делимся теплом. И вот частичкой такого огонька еще на Новый год. Водители решили напомнить горожанам о праздниках и подошли к делу весьма творчески. Они выстроили свои джипы и седаны в форме елочки. Деревцы венчают светящиеся огоньки, а гирлянды служат парой автомобилей. Конечно, переживали по поводу температуры. Но мы уже привыкли к таким морозам. Мы вообще рассчитывали где-то, например, на 30 машин. Но добровольцев оказалось намного больше. Окружной акции дали название «Раз, два, три, елочка, гори». Чтобы сделать фото с высоты птичьего полета, лабутнанцы ближайших домов откликнулись на просьбу. Зрители флешмоба делятся положительными эмоциями. Мы вообще всегда рады оказать помощь, любую. Но в том числе, если есть возможность, то, конечно, я предоставила возможность съемки со своей квартиры, потому что действительно очень холодно. И, кроме того, сотрудники подразделения пожарной охраны, где я работаю, также принимают участие в этом мероприятии и предоставили машины. Главным аксессуаром у новогодней красавицы служит звезда на пике авто, елочки. Выстроились машины спецслужб, пожарные автомобили и Росгвардия. Такой предновогодний флешмоб проходил впервые и в очередной раз объединил горожан. Дарья Самородова, Николай Снегир, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Фигурное катание – самый молодой вид спорта в нашем городе. Ему около года. Но уже есть первые победы. Еще недавно лабытнанские фигуристки достойно выступили на первенстве в Надыме. А на днях вновь завоевали призовые места уже в окружной столице. С 21 по 23 декабря в Салихарде приняли участие в соревнованиях Ямало-Ненецкого автономного округа по фигурному катанию. Подробнее расскажет Альмира Новоселова. Для Александры Швец ее первые соревнования по фигурному катанию закончились первой победой. С высшей ступени пьедестала юная спортсменка рассуждает, в чем секрет успеха. «Быть увереннее, верить в себя, никогда не бояться, что ты упадешь и все остальное». Виктории Мартыненко немного не хватило до победы, но и второму месту начинающая фигуристка очень рада. Она уже знает цену многочасовым тренировкам на льду. «Я очень горжусь своим результатом, потому что это моя первая медаль, и я ее завоевала своим трудом». Заключила тройку призеров на окружных соревнованиях еще одна лабутнанская звездочка Елена Алабушева. Справиться с волнением перед выступлением помогала группа поддержки. «У меня рядом был папа мой, и я старалась сделать, чтобы тренеру понравилось все, потому что он столько для меня усилий сложил, столько старался, и я решила вот так вот сделать программу, постараться получше сделать. Я хочу в дальнейшем будущем, чтобы у меня был кубок по чемпионату России, чтобы я за Россию нашу завоевала, постараться». Всего на чемпионате и первенстве округа «Дети Арктики» числа бутнанги отстаивали 10 фигуристок, которые по сравнению со своими соперниками занимаются значительно меньше, но уже настроены только на победу. Хороших результатов девочкам удалось достичь благодаря ежедневному выполнению элементов под чутким руководством тренера Анны Бобовой. «У каждого спортсмена есть старт плюс и есть старт минус. То есть старт плюс – это когда он делает на старте больше, чем он делает на тренировке. А старт минус – это когда спортсмен выходит и нервничает очень сильно и ничего не делает». Первые победы – это лишь повод тренироваться еще больше. Уже в понедельник, 28 декабря, девочкам предстоит участвовать в соревнованиях по фигурному катанию уже в родном городе Лабутнанги. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. На этом у меня все, а далее прогноз погоды. В студии работал Андрей Симоненко. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok